Ребят, привет! 16 серия пути крафтера, погнали! Забираю непроданные предметы, а мне возвращают только два новогодних кейса. Получается, мои номера 3 семерки и оперской кейс успешно были проданы, даже... Кстати, только сейчас увидел, что в статистике наколка у меня называется мужик. У меня для вас есть бонусный промокодик под названием SORI23. Он дает 150 тысяч за 20 часов игры, пользуйтесь. И про мой промокод хештеклмайк тоже не забывайте, он вам даст 75 тысяч на 16 сервере. На моем ветряке баланс 461 тысяча, погнали как раз таки в банк снимать все денюжки. Но перед этим заливаю полный бак, заезжаю на мойку и теперь погнали в рестик. Покупаю тут себе 2 королевских обеда и аптечку. Залетаю в банк, чекаю свой счет, а тут у меня 73 тысячи. Вот и какого черта-то? Снимаю 65 на руки и полностью обналичиваю вязать. Я реально не могу понять, кто, блин, ворует мои предметы. Я до сих пор не понимаю, куда пропали, значит, 10 кейсов черное золото. А тут на тебе еще и номера, которые я выставил за 2,5 миллиона. Но это уже реально не смешно. Куда пропадают мои вещи? Алло. В общем, ладно, сейчас я хочу заняться продажей своего бизнеса. Но дело в том, что я хз, что просить по цене. Первым делом подаю объявление и пишу в чат дальнобоев. По цене говорю договор и оставляю свой номерочек. Самый первый игрок, что мне предлагает, так это 40 миллионов, Porsche Cayenne, Гелик и 3 дорогих скина. Это примерно лямов, думаю, 60-70. И я уже, ребят, что-то в шоке. Но раз такой ажиотаж, я начинаю всем по ценам отвечать, что 100 кк. А потом говорю, что 110 и спрос я вам скажу огромный. Много кто заинтересован в покупке ветряной электростанции. Финка такого бизнеса должна составлять 500 тысяч, 800 тысяч в день. И, конечно же, это все при условии, что у вас много контрактов и нет никаких поломок. А у меня на данный момент все наоборот. Финка почти нулевая. Из-за того, что мне тупо не хватает времени постоянно за ней следить. Да и замов я вроде беру, но никто никакой ответственности не проявляет. В общем, мне кажется, что лучше ее продать. Да и подзаработать на этом. Ведь, как я уже понял, словить у меня получилось ее за копейки. Поэтому, почему бы и нет. Поступает много разных сообщений. Один готов купить такой бизнес за 105 кк. Я сначала ломался, потом решил отдать его и говорю, забирай. Но он слился. В общем, по ценам я вообще ничего не понимаю. Но, послушав знакомых игроков, говорят, что такие безы сейчас уже стоят и по 150, и даже по 200. Около часа занимаюсь, так сказать, ручной продажей и прям реального покупателя не встречаю. Одна вода водится. А по цене я уже, если что, всем отвечаю, что продам за 150 и уступлю край 5 кк. Прыгаю в свою четырку и погнали в частный аукцион. Я думаю, это будет правильным решением. Залетаю внутрь, но тут нет электричества. Но это нам никак не мешает. Выставляю станцию ровно на 24 часа. Начальную ставку делаю, думаю, 150 кк. Честно, не знаю. Мне кажется, что никто ее и не купит. Либо же это наоборот дешево. В общем, время покажет. Пока я в южке, погнали, затонируемся. Заезжаю в центр, закатываюсь в самый хлам, оплачиваю 300 тысяч и жду работника. Подождать, кстати, пришлось не очень долго. Работа успешно выполнена. Благодарим Саню Бороду и чекаю свой бис. И вы только посмотрите на эту гадюку. Она опять сломалась. Хотя последний раз я ее чинил 2 часа назад. И до этого где-то 5 часов назад. Я уже горю от этого безака. Пытаюсь ее починить, но масляного фильтра у меня уже не осталось. Заменяю только воздушный. А знаете что? Я уже и менять ничего тут не хочу. Тьфу на нее. Залетаю на киоски в надежде, что увижу подходящие предметы. Но пробежав все киоски, ничего не нахожу. Кроме инструментов за 77 тысяч. Что довольно приятно по цене. Покупаем. Через минуты 2 нахожу еще одни инструменты. Но за 133к. Тоже покупаю, так как такие вещи в дефиците. Хочу позакрывать цели, связанные со всякими лекарствами. Но найти эти шприцы просто какой-то анрил. Начинаю спрашивать в чате дальнобоев, куплю химию, шприцы, дерево, жгут, бинт и порох. Но продавцов вообще нет. Так как такие предметы походу никто и не собирает. Встретил подписчика Германа, говорит отгадаешь одну загадку, получаешь химию. Загадки у него конечно приколдестые. Вместо носа пятачок, вместо хвостика крючок, голосок визглявый, звонкий. У кого? Кто же это может быть? Ммм, наверное свинья. В общем поугарали, он мне передал 6 химии. И теперь погнали до лесопилки. Возможно там можно будет как-то добыть это сраное дерево. Устроился на лесоруба, спилил дерево, получил 300 рублей. Но явно тут никаких предметов не будет. Единственное место, где я так понимаю это можно получить, то это конты. Приехал в ГАИ получать новые номера на нашу багги. Подбирал разные и решил остановиться на вот таком. И стоит всего ничего, 750 тысяч за такой козырный номерок. Это я считаю вообще подарок цена. Цепляю его на самодельную багги и вуаля, вот так-то намного лучше. Теперь паркую ее возле казика, залетаю внутрь, кушаю до отвала. Откручу бесплатную рулетку и мне выпадает тачка Део Ланос. Забираю награду на аккаунт, далее добираюсь за ней до автосалона и сразу же погнали на свалочку. А за нее оказывается еще и неплохие бабосики дают, 90 тысяч. Сливаем и теперь возвращаюсь обратно на аукцион. Чекаю, делал ли кто-то ставку и пока что еще нет. В общем ждем, но точно теперь знаю, что задешево смысла ее продавать нет. Куда мне спешить-то?